12 мая Буй посетил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапунт. Глава Костромской митрополии совершил божественную литургию в Благовещенском соборе города Буя, перед входом в который Высокопреосвященнейшего владыку встречали настоятель собора, благочинный церквей Буйского и Сусанинского районов, протеерей Аркадий Климов и глава города Буя Валерий Катышев. Митрополиту сослужило духовенство Костромы и Буя, протеереи Владимир Воронин и Аркадий Климов, клирики Воскресенского прихода Иереи Андрей Куков, Сергий Вележанин, Дмитрий Казаков. На богослужении молились глава города Валерий Катышев с супругой, глава Буйского района Александр Александров, депутат Костромской областной думы Олег Скобелкин. Служба проходила в радостные пасхальные дни. Напомним, что воскресение Христова по своей значимости для верующих христиан называют величайшим событием, праздником праздников и торжеством торжеств, торжество жизни над смертью, победа над грехом, поэтому и празднуется Пасха в течение 40 дней. Глава Костромской митрополии, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт традиционно в праздник Пасхи посещает много приходов, чтобы разделить радость праздника с наибольшим количеством верующих. Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви два священнослужителя Воскресенского прихода были удостоены наград. Наперстными крестами были награждены иерей Андрей Куков и иерей Сергий Вележанин. Ежедневно Святая Церковь вспоминает людей, до конца преданных Богу и христианской вере, не побоявшихся за свою веру принять телесные страдания и мученическую смерть. Эти примеры жития и кончины свидетельствуют о том, что люди своей душой достигли святости, за что и были удостоены причисления к лику святых, удостоены того, что о них молятся, величая и христианский подвиг. Настоящими воинами христовыми называют святых мучеников кизических, память которых Русская Православная Церковь почитает 12 мая. Они были разного возраста, выходцы из разных местностей, на одинаково бесстрашно вопреки гонениям язычников проповедовали Христа и стремились утвердить христовую веру в городе Кизик Малой Азии, где проживали. После жестоких пыток эти девять человек не отреклись от Христа и были казнены. Спустя примерно три десятилетия их тела извлекли из земли, они оказались нетленными. От них происходили исцеления больных и другие чудеса. Видя это, многие язычники обращались в христианство. Позднее в городе высиял свет христовой веры под покровительством святых мучеников. Вспоминали за богослужением и святителя Игнатия Бринчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, автора множества богословских трудов и сочинений. Для современного человека, желающего серьезно проводить духовную жизнь, творения святителя Игнатия являются незаменимым руководством. Последние годы святитель Игнатий вел уединенную молитвенную жизнь в Николобабаевском монастыре Костромской епархии. Епископ Игнатий Бринчанинов причислен к лику святых в 1988 году. Перед канонизацией его мощи были торжественно перенесены в Свято-Введенский Толкский монастырь в Ярославле. На богослужении в Благовещенском соборе присутствовали и молились вместе с буявлянами участники царского крестного хода, держащие путь из Пскова в Екатеринбург. Крестный ход посвящен столетию мученической кончины царской семьи. Руководитель царского крестного хода монах Игнатий вручил митрополиту Ферапонту всем священнослужителям Воскресенского прихода орденские знаки император Николай II. Это общественная награда Санкт-Петербургской организации возрождения духовного и культурного наследия казачества конвой святого царя-страстотерпца. Из буя крестный ход отправился в Галич, затем в Антропово. Отечественные отцы, братья и сестры дорогие, мы тоже сегодня рады молиться в этом храме и нас тоже радуемся и торжествуем вместе с вами. Конечно, эта дата скорбная с одной стороны, а с другой стороны все-таки это торжество и победа веры православной. Мы, конечно же, тоже, как я говорю, что это не мы уже идем, идет царская семья, идут все святые, Господь, то есть мы сопровождаем. И благодарим ваше высокопреследенство за то, что вы тоже благословили нас, и мы теперь имеем возможность уже лично попросить благословения, молитвы о дальнейшем нашем пути, о том, что вы Господь управил, и мы дошли тоже помощью до Екатеринбургской Голгофы, как говорится. И вот сегодня вы же были награждены батюшки, и мы по благословению нашего одного из духовников, архимандрита Гавриила Коневиченко, настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей Матери города Сестровецка, который очень почитает и любит царя-батюшку, последнего нашего императора, возрождает памятный такой царский конвой имени царя Страстотерпса. И благословите владыкам вам за ваши труды, за ваши служения на Костровской земле вручить такой орденский знак царя Николая к столетию со дня имущества Кончины. Но у нас в этом году еще одна дата есть, более такая торжественная, это 150-летие со дня рождения государя-царя Николая II. И я знаю, что в Костроме тоже будут мероприятия и торжества по этому случаю в Ипатевском монастыре. И разрешите пожелать вам помощи Божией в вашем уже орхипадском служении и помощи всей царской семьи, царских страстотерпсов, наших защитников и молитвами по земле русской. Дорогой отец Аркадий, за ваш прием, за вашу милость такую к нам, грешным. Разрешите тоже вручить вам такую память и орденский знак. День воскресения Христова. Мы как никогда ощущаем благодать Божию. И этот праздник стирает границу жизни и смерти, потому что смерть побеждена Христом. Именно в эти дни мы, наверное, больше всего можем увериться в воскресении и Спасителя нашего, и нашем собственном воскресении. А значит, мы понимаем, что время нашей земной жизни коротко, немоверно коротко и неизвестно, когда закончится. И смысл-то жизни нашей все-таки только в подготовке к вечности. Человек, который греховно или бесполезно в духовном плане прожил эту жизнь, в момент смерти, который непременно наступит, может только, так сказать, понять, что действительно бесполезно прожитые годы. Что жизнь прожит напрасно, хотя человек трудился, старался, чему-то стремился, стремился получить образование, сделать какую-то карьеру, заработать денег, построить, может быть, дом, там еще что-то хорошее. Все это по-хорошему, очень правильно, чисто по-земному. И он мог не заботиться о своей душе, о том, что надо построить дом не только на земле, но и на небе. Надо дом для своей души построить вечестве, который состоит из добрых дел, а еще больше из той благодати, которая в нашей душе появляется вследствие нашей борьбы с грехом, добрых дел и поста и молитвы, которые притягивают к человеку благодать Божию. Человек, живущий правильно, еще здесь, на земле, приобретает радость общения с Богом, ту радость, которую мы ощущаем всем с вами в дни Пасхи. И поэтому сегодня, особенно в дни, когда мы празднуем Воскресение Христово, хочется пожелать всем нам, чтобы мы стремились жить благочестиво, стремились получать эту божественную благодать, который и здесь нам дает уже неземную радость и переводит нас в вечную жизнь нашим Господом и Спасителем со всеми святыми. Я хочу пожелать всем нам, чтобы в сердцах наших как можно дольше оставалась радость пасхальная, которая сподобляла бы нас благочестивой, праведной жизни и беспощадной борьбе со своим грехом. Я сердечно приветствую отца Аркадия, настоятельства, так и храма, все духовенство храма, отцов, которые сегодня были награждены иерархическими наградами за хорошую службу. Руководство города Буя, всех вас, дорогие братья и сестры, сегодня здесь присутствует крестный ход, который направляется из Пскова в Екатеринбург, потому что у нас особый год, год столетия мученической кончины царственных сорсотерцев, царской семьи, год, когда мы отмечаем столетие массовых репрессий против многих-многих людей, в том числе против людей церковных. Несколько месяцев, пару месяцев назад мы уже в городе Сорегаличи отмечали мученическую кончину одним из самых первых новомучеников российских, солегалических новомучеников. И приветствуя окрестный ход, я хочу сказать, что Кострома тесно связана с царской семьей, со всей династией Романовых, поэтому этот год для нас тоже особенный. И в дни памяти мученической кончины царской семьи 17-18 июля у нас тоже будут торжественные богослужения в Патерском монастыре, куда мы приглашаем всех желающих прибыть. И окрестному ходу мы желаем добро совершить его с молитвой, и чтобы молитву царства и сарсотерцев вы за свой этот малый подвиг сподобились благодати Божией. На самом деле всегда пасхальную радость стараюсь разделить с как можно большим количеством костромячей, я имею в виду жителей Костромской епархии, которая мне вверена, поэтому обязательно совершаю службы и в разных храмах Костромы, и в Нерехте, которые теперь у нас город кафедральный, конечно, в городе Буи, все-таки это и крупный город, и здесь всегда, когда приезжаешь, большое количество молящихся, вот, я не скрою, что люблю ездить в Буи с богослужениями, потому что здесь всегда получаются хорошие торжественные службы, вот, поэтому повод сегодняшней службы – это разделить радость Пасхи. Никакого другого особого повода нет, но эта пасхальная радость вполне достаточная причина, чтобы, вот, посещать приходы епархии, поэтому сегодня вот мы эту радость разделяем со всеми боевлянами. Я хочу пожелать всем пасхальной радости, чтобы состояние душ наших было всегда такое же чистое, светлое, как сегодняшнее небо, сегодняшняя прекрасная погода, чтобы радость наша была правильной, радость о Боге, радость о Духе Святом, который бывает у человека, у которого чистая совесть, который живет по-божьему, но чтобы мы все жили хорошо, свято, насколько это возможно, и тогда мы всегда будем иметь пасхальную радость, и все у нас будет хорошо.